Итак, всем привет! Сегодня у нас будет небольшой тур, такой, туториал по игре Project Heleno. Это наше главное меню игры, и здесь у нас есть возможность создать новую карту. Мы можем настройки карты ввести, в принципе мы выбираем тип карты, их здесь много разных. Можем выбрать размер карты. Для начала остановимся на размере, давайте 35 на 35 сделаем для туториала. Не 45, а 35 на 35. Генерировать здание, у нас возможность это создавать некоторые дополнительные элементы на карте, от них интереснее. Мы можем также не генерировать дым, или генерировать дым, или генерировать дым с вариантностью 20%. Пока остановимся на варианте не генерировать дым. И у нас также есть теперь настройка, сколько у наших врагов будет хитпоинтов, и сколько у нас будет хитпоинтов. Итак, у нас будет 100 хитпоинтов у врагов. Сейчас видите, это окошко неактивно, потому что мы требуем сложность 50 единиц. То есть количество врагов будет подбираться автоматически. У наших ботов получается всего 4 штуки, и у каждого по 200 хитпоинтов. Так пока и оставим. Режим обороны, это штука для тестовых исследований, пока ее оставим спокойно. И вечеринка с базуками тоже самое. Пока их оставим отключены. Теперь у нас следующий параметр, наверное, самый важный для всей игры, это требовать сложности. То есть сейчас у нас сложность 50%, как компьютер оценивает ее, что нормально. Но давайте мы поставим чуть-чуть больше, нажмем 75, и так и оставим. То есть это будет чуть сложнее. Настройка стратегии, она сейчас для оптимальной игры настроена. То есть можно заставить компьютер точно знать положение наших ботов, или заставить его догадываться, где наши боты находятся. А также, зависит от того, как он будет себя вести, он может себя вести агрессивно, или очень осторожно. Сейчас это самые оптимальные настройки. Атаковать слабые цели, значит, он будет атаковать самую слабую из наших ботов, и добивать его как можно быстрее. Генерировать логи, это мы оставим, потому что каждая битва, это какая-то статистика в общую возможность оценки сложности. Ну что ж, мы начинаем создать новую карту. И вот теперь перед нами экран игры. Вот это вот, большой кусок, это наша карта. Основная карта, на которой происходят все действия. Рядышком, как, соответственно, понятно, мини-карта. И здесь мы теперь можем щелкнуть вот эти наши четыре бота. Мы выбираем любого из них, и как видим, теперь появились его характеристики здесь. У нас его есть имя, какой-то Player 3, у нас количество хитпоинтов 200 из 200, и 255, это количество очков действия его. Оно у всех одинаково, 255, но с различной скоростью боты исполняют свои функции. Теперь вот следующее окошко, это вооружение нашего бота. Light Wasp, это самое простенькое, самое дешевое и самое менее эффективное оружие в игре, но зато у него есть достаточно, ну, чуть-чуть увеличенная точность, Accuracy 20, и 15 очков повреждений. Также в него заряжена следующая строчка, это Light Wasp Clip, то есть слабенькая обойма, в ней 20 патронов из 20. TU 10 плюс 40 означает, что она для того, чтобы выстрелить, нам понадобится 10 секунд на прицеливание, и после этого 40 секунд на перезарядку. Основное различие этих двух циферок, это в том, что за эти 40 единиц времени мы можем еще перемещаться. А 10 секунд они теряются безвозвратно на выстрел. Если мы кликнем правило клавишей по нашему оружию, мы увидим более расписанные его характеристики. Здесь достаточно все запутано, наверное, но пока оставим его так, как-нибудь нужно будет переделать. В первую очередь у нас есть состояние оружия, это 150, это максимум для такого типа оружия, но у нас оружие уже немножечко потертое в бою, но 146 у него максимум, и текущее состояние 120. Всего 82%. Этого нам, в принципе, будет в средненьком достаточно почти на всю битву. Дем плюс 0, это бонус повреждения, которое дает Light Wasp. Сейчас он нулевой. Естественно, есть более мощные виды оружия, которые дают, кроме того повреждения, которые дают наши обоймы, они дают еще дополнительно свой бонус повреждения. Accuracy – это то, с какой скоростью спадает мощность повреждения с расстояния. Плюс 20 – это достаточно неплохо. Время на прицеливание – 10. Это то, что мы уже говорили. Время на перезарядку – 40. И время на смену обоймы – это 50. То есть, если у нас закончатся патроны, и мы захотим поставить новую обойму, нам понадобится 50 единиц времени. Это достаточно немного. Но не забывайте, что сразу после установки ее еще нужно будет перезарядить. Ну и, соответственно, небольшое описание. Light Wasp является базовым орудием средней точности. И в нас заряжено Light Wasp Clip, количество 20 патронов, повреждения – 15 единиц, и точность – плюс 0. Взрыв – 0, площадь повреждения взрыва, соответственно, 0, и дым – 0. Light Wasp Clip – это стандартная обойма для орудий типа Wasp. Теперь у нас есть общий вывод из всего, что происходит. Damage – 15, то есть мы будем наносить, если стрелять впритык, то 15 поинтов. Естественно, на расстоянии будет меньше. Accuracy – 20. Это означает, что мы теряем меньше очков повреждения с расстояния. Выстрелы в заход – это, соответственно, время на выстрел, которое мы делим 255 на это время, и мы можем сделать 5 выстрелов в заход. И, соответственно, за эти 5 выстрелов мы можем нанести противнику 75 очков повреждения. Кликнув по нашему полю, мы снова вернулись в игру. Теперь, соответственно, мы можем выбрать другие наши боты и посмотреть, вот, допустим, обратите внимание, здесь у нас более качественная обойма. Light Wasp Clip плюс 1. Она имеет на единичку больше повреждений и на 2 единички больше точности. Light Wasp Clip – это стандартная обойма для орудий типа Wasp. Эта обойма содержит немного более качественные патроны. Соответственно, вот наш вывод. И повреждения захода, главная характеристика, которую мы получили, это 80 единиц. Помните, у нас было 75. Теперь вот я выбираю одного бота, и я, нажав в точку карты, которая мне известна, я перемещу его в ту точку. Ага, сейчас у меня включен режим подтверждения. То есть, как видите, он сразу показывает, сколько останется у него единиц времени. Для начала мы ее отключим и переместим его сюда. Теперь мы перемещаем этого бота и вот мы видим, как карта постепенно открывается. Туман войны уходит, но на следующем ходу у нас снова все погрузится. Ну, собственно, кроме самого изображения карты. То есть, мы не видим ничего, кроме того, что видят наши боты. Мы аккуратненько будем обходить и перемещаться. Закончить ход. Когда мы, скажем так, довольны результатом наших перемещений, мы заканчиваем ход. Все. Вот видите, эта часть карты, она уже как бы невидима нам. То есть, если туда зайдут боты, мы их видеть не будем. Но мы видим саму карту, как там что происходит. Хорошо, мы теперь очень аккуратно будем выдвигаться. Главное в этой игре это аккуратность. Никуда не спешить. Реакционной стрельбы нет. Поэтому все, что мы сделали за наш ход, все это и есть. Вот теперь обратите внимание, две эти синих точечки, это лежат на земле предметы. Естественно, мы должны их как-нибудь будем проверить. Вот еще один предмет лежит, мы нашли. Но никуда спешить не будем, закончим снова ход. Теперь мы вот подошли к предмету, и мы видим, что на земле у нас лежит предмет. Это Light Wasp 78% качества, и у него Extended Wasp Clips 17 штук. Итак, у нас, как мы сразу смотрим на повреждение за ход, 75 единиц, 5 выстрелов. Ну, соответственно, это наш Light Wasp. Это его характеристика. Extended Wasp Clip, это обойма с ограниченным боезарядом. Но исходя из того, что она не заряжена, у нас получилось даже меньше. Обратите также внимание, что у предмета гораздо меньше, ну, не гораздо, на 40%, меньше общее количество состояния. То есть этот предмет будет себя вести хуже, чем наши родные предметы. Поэтому мы выделяем его левым кликом, и еще раз мы его поднимем. Теперь у нас есть наше оружие. Допустим, мы теперь захотим поменять наше оружие на то, что мы подняли, если бы оно было более качественно и эффективно. Я нажимаю раз, для того, чтобы, вы видите, оно стало выделенным, и нажимаю еще раз, и наше оружие стало на месте. Новое оружие сразу начинает перезаряжаться. Теперь, как видите, я могу сделать шаг, и перезарядка стала 75%. То есть я могу перемещаться некоторое расстояние, и при этом происходит автоматически перезарядка, то есть мы можем реализовать стратегию, как перемещаться и стрелять. Хорошо, наш этот ход считаем, что закончен. Мы подобрали оружие, и нажмем закончить ход. Теперь, если я хочу извлечь эту обойму из оружия, которая у меня сейчас установлена, я выделяю пустое место в нашем рюкзаке, это вот наш рюкзак, и нажимаю shift и клик. Нет патронов в нашем оружии, и наша обойма оказалась на пустом месте. На это ушло некоторое количество времени, точнее 50 единиц, которые мы смотрели, временно смену обоймы. Теперь мы можем то же самое сделать оружием, не экипируя его. Для этого я нажимаю клавишу control, и нажимаю по нашему light wasp 90% с экипированной обоймой. Я нажимаю так раз, и мы видим, что light wasp наш, и обойма стали отдельно. То есть теперь вот эту отдельную обойму я могу зарядить в новое оружие, просто нажав на... Выделил ее, и нажал еще раз левой клавишей мыши. Допустим, мне нужно какой-то предмет лишний выкинуть. Для этого достаточно навести на него курсор и нажать shift-клик. Все, предмет оказался на земле. Мы можем отодвинуться отсюда, подойти другим ботам, например, и поднять. Теперь немножечко продвинемся вперед. Вот это очень хорошая у нас сосиска такая. Мы можем внимательно, если будем перемещаться, в конце хорошо увидеть врагов, и пока они будут на нас бежать, мы будем их отстреливать. Но сейчас мы как раз скорее больше рискуем, потому что если враги нас увидят первыми, они будут делать то же самое. Будем перемещаться аккуратненько вперед и посмотреть... Опа! Как раз то, что мы говорили, то и произошло. Враг нас увидел, он нас пострелял и спрятался. Сейчас я буду реализовать тактику как можно быстрее спрятаться, и будем пытаться выманить его отсюда. Вот здесь он прячется. Мы будем пытаться отсюда выманить. Надеемся, у нас получится. Поэтому я забегаю за угол и аккуратно выставляю свои войска сюда. Я выглядываю из-за угла и ничего не вижу. Да, у нас врага нет. Может, он где-то перемещается в нашу сторону. Может, нет. Снова выглядываем из-за угла и снова никого. Ага, вот он. Мы его видим теперь и теперь мы пытаемся в него стрелять. Вот, как видим, у нас есть один список. Это наши боты. Синеньким кружочком подсвечивается тот, которого мы выделили. А это список ботов врага. Сейчас он только один. Вот мы его подсветили. А теперь, правая клавиша мыши, мы можем стрелять по нему. Видите, у меня на каждый выстрел расходится определенное количество времени. Сейчас у меня остается 111 единиц хода и это схватит меня для того, чтобы вернуться назад в то, место, где я прятался. Мы спрятались. Теперь этот бот, он не видит бота противника. Я нажимаю правой клавишей и видите, мне подсветило возможные точки, откуда я могу его атаковать. Для нашего удобства как раз над нами оказалась точка, откуда мы можем стрелять. То есть нам не обязательно бежать очень далеко. Поэтому я делаю шаг вверх и стреляю. Вот обратите внимание, сейчас у меня 225 единиц, но оружие полностью заряжено. Я делаю выстрел и у нас на выстрел расходилось только 10 единиц. На следующий выстрел из-за того, что перезарядка 0%, в нас уйдет время 10, плюс 40, то есть 50 единиц. Поэтому я стреляю по противнику и пока есть возможность спрячусь. То же самое производим еще раз. И снова спрятались. Теперь этот бот снова выскочит у нас из-за угла и сделает несколько выстрелов. И, как видите, мы уничтожили нашего врага. Обратите внимание, что он мог быть здесь не один. То есть как только враг вас увидел, он сразу оповестил всех своих соседей в небольшом радиусе относительно, но они могут сейчас где-то здесь идти, в этой темной области. И на следующий ход, то есть мне желательно не оставлять мои войска на просвет. Они могут начать стрелять. Я делаю следующий ход. И теперь внимательно выглядываю из-за угла. Вот, как мы предполагали, так и получилось. На нас бежит еще один враг. Теперь это более слабенький тип врагов, но он более хорошо прячется. А врагов всего 4 типа. Мы, когда будем играть со стратегией, разберемся с каждым из них, как нам вести себя. А пока мы его просто пристрелим. Снова прячемся назад. Стреляем следующим ботом. И перестрелили этого. Нажимаем закончить ход. Выглядываем из-за угла, и похоже, что мы в безопасности. На этом, я думаю, мы пока закончим наш туториал. Он и так уже 14 минут затянулся. Поэтому, давайте до следующего времени. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok